Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в Институте Зар-Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы обладаете огромным потенциалом, если вы верующий. Но этот потенциал будет реализован лишь тогда, когда вы посвятите себя программе Бога. Покоритесь Его воле. И тогда Бог использует вас, и вы используете этот великий потенциал. Но вопрос вот какой. Есть ли у вас желание к делам Божьим? Я так часто говорю, величайшая проблема с верующими сегодня — вот какая. нас научили лжи, что Бог в моей жизни. Он стоит в моем углу, и Он там для того, чтобы помогать мне достигать того, о чем я мечтаю, моего так называемого предназначения, того, что, по моему мнению, правильно. Но такое учение не библейское. Так вы не исполните цели Бога. Местописание, которое мы начнем изучать сегодня, динамичное место. Оно имеет большие значения. Так было 2000 лет назад. Так это происходит сегодня. И так будет до конца века сего и установления Царства Божьего. Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите со мной 10 главу. Сегодня по большей части мы будем изучать 10 главу. Но прежде чем приступить к ней, я хочу вернуться к последним двум стихам 9 главы. И вот почему мы говорим об этом великом потенциале. В 9 главе мы читаем, начиная с 37 стиха, «Тогда говорит ученикам Своим». Очевидно, Ешуа, Иисус из Назарета, говорит ученикам Своим. И заметьте, что Он говорит. «Жатвы много». И, конечно, существует много переводов, которые переводят как «жатва обильно». И это нормально, но буквально слово означает «много». «Большое количество». Ну вот проблема. А «делателей мало». Я верю, что Он говорит так же вам и мне в этом отрывке, потому что, опять-таки, хотя и произошло историческое исполнение этого, оно имеет и значение во времени. Есть значение для последнего времени. Итак, «делателей мало». Значит, что нам следует делать? Что ж, Он говорит. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Заметьте, это слово «выслал», а не «послал». Я захотел перевести это буквально. И это слово означает, что Бог дает силу. Он производит, осуществляет это. Итак, молитесь о том, чтобы Он сделал это, и чтобы мы с вами сыграли роль в этом. Теперь посмотрите 10 главу. В 10 главе мы видим эти слова «И призвав двенадцать учеников своих». Итак, Иешуа снова говорит, и акцент не только на учениках, но на его двенадцати учениках. И мы знаем, что число 12 очень важно. Оно относится к Израилю. И мы узнаем из этого. Нам надо извлечь это из текстов, так предпочтительно делать. Двенадцать учеников Иешуа были посланы к пропавшим овцам дома Израиля. Мы это увидим. Потому что Израилю надо духовно исправиться для того, чтобы цели Бога, Его планы были исполнены. Не верьте лживому учению о том, что Бог с Израилем закончил, что Он его заменил. Вы знаете, кто очень хорошо знает, что в центре Божьих планов Израиль ради установления Божьего Царства? Враг. Сатана. Вот почему он возбуждает антисемитизм. Вот почему так часто он действовал в истории для того, чтобы погубить еврейский народ. Вот почему мир против установления государства Израиль. Против того, чтобы еврейский народ жил на своей родной земле в Иудее и Самарии. Сейчас я живу в Израиле. Я живу в Аждоде, что на берегу Средиземного моря. Это один из пяти городов, о которых Бог сказал, что отдаст их еврейскому народу, отобрав у филистимлян. В моем городе филистимлян нет, но есть четверть миллиона евреев. Это исполнение пророчества. Но говоря о сердце Израиля, мы имеем в виду Иудею и Самарию. И вот где мир хочет создать палестинское государство. А это в конфликте с целями, планами пророческой истинной Бога. Так что не сделайте ошибки. Поймите, что эти двенадцать учеников связаны, и мы это очень ясно увидим. С народом, с землей Израиль. Итак, Иешуа говорит своим двенадцатью ученикам, и заметьте, что происходит. И призвав, он дал им, обратите внимание на следующее слово, власть. Это слово «эскусия». Я упоминал ранее, и на самом деле, чтобы усвоить его значение, нам понадобится два слова. И два этих слова — это «сила» и «власть». И вот что подразумевается. Только когда вы подчинитесь власти Бога, вам будет дана сила осуществить его цель. Власть дается с целью. Вы подчиняетесь цели, и тогда получаете силу исполнить эту цель. Это-то он и делает здесь. Итак, «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть и силу над чем? Над нечистыми духами, чтобы изгонять их». И заметьте, что еще. «И врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И это описание очень значимо. Видели ли мы когда-либо время в истории, когда бы в этом мире не было никакой демонической активности, не было немощи, болезней? Не видели. Но мы были призваны сражаться с этим. Но этот термин, поймите, это описание царства. Мы должны делать дело царства, и то, как это написано, предвосхищает опыт царства. И вот, что я этим имею в виду. В царстве Божьем никакой демонической активности не будет. Не будет немощи и болезней никакого вида. И мы призваны принести избавление от этого в этот мир. У нас великий потенциал. Но вот вопрос, реализуем ли мы этот потенциал? И здесь Бог скажет нам, как это сделать. Посмотрите второй стих. Акцент на этих двенадцати учениках. И следовательно, мы читаем. Двенадцати же апостолов имена. И вот это слово «апостолы» происходит изменение. Этих двенадцать он послал, и слово «апостол» означает послание. Первый Шимон, или же Симон, так называемый Петром. Итак, Симон Петр и Андрей – брат его, Иаков из Завулона и Иоанн – брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей – сборщик налогов, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддием, Симон – Кананит. И это, вероятно, значит, что Симон, или Шимон, был из страны Ханаанской уникальным образом. Не конкретно из Иерусалима, но из области, где обитали Ханани. И, наконец, мы видим имя Иуда, или Яхуда, на иврите Искариот, который и предал его. Этих двенадцать послал Яшуа. И не только послал, но посмотрите следующую фразу. «И заповедал им». Поймите, когда мы посланы, когда нам дана миссия, призвание, первое, что мы можем ожидать, и это постоянно на протяжении всего Писания, это то, что будут даны заповеди. Вы не можете исполнить призвание, пока не поймете верно заповеди, связанные с призванием. И заповеди здесь весьма информативны. Посмотрите следующее место Писания, вторую часть пятого стиха. Яшуа заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите». Это слово означает «дороги». Итак, «На путь к язычникам не ходите». Не входите, не ходите этими пучами, и в город самарянский не входите. Итак, две вещи. Не ходите пучами, которыми ходят язычники, и не входите в самарянские города. Некоторые сказали бы так, «Не покидайте Израиль, не служите в это время самаряна». Самаряне были людьми, которые отвергли власть Писания. Они отвергли полноту Совета Божья и приобщились к языческой традиции, примешав туда что-то из иудаизма. Но не все. Они были запутавшимися людьми, отвергшими власть Иерусалима. И вот поэтому мы видим здесь, «На путь к язычникам не ходите», и в город самарянский не входите, «а идите», говорит он. И первое слово здесь, это слово «дэ» в контраст. Он говорит им нечто другое. В контраст к прежде сказанному «а идите», и вот оно, к пропавшим овцам Дома Израилева. Очень важно, чтобы мы услышали это. Как мы увидим, особенно на следующем занятии и в предстоящей неделе, по мере изучения 10 главы, мы увидим ключевые моменты, намеки в текстах, как говорят теологи, германифтические помощники. И эти намеки и ключевые моменты указывают на последние дни, последние времена. И вот, что надо читателю усвоить из текста, «Бог будет могущественно действовать в Израиле», в еврейском народе, в последние времена. И это основополагающе для установления Царства Божьего. «Не верьте в ложь многих о том, что Бог заменил Израиль. Не верьте учению о замещении, о том, что это земля Израиль, еврейские народ утеряли свое уникальное значение. Это лживое учение. Такое богословие не в согласии с пророком. Бог будет продолжать с Израилем. И нет такого, чтобы вход в Царство Божье для евреев отличался от такового для язычников. Вход через Евангелие. Евангелие для всех людей. И оно одно. А всякое иное учение о Царстве Божьем – это ложное Евангелие, которое уже не благая весть, а слово «Евангелие» означает «благая весть». Израиль будет играть основополагающую роль в установлении Царства Божьего. И мы это увидим по ходу изучения 10 главы. А сейчас посмотрите наш текст. В нем сказано. «А идите к пропавшим овцам дома Израилева, ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Невестное». О чем это говорит нам? Это говорит читателю, что есть Царство, и существует оно на небесах. И это Царство, пребывающее на небесах, придет на землю. Вот почему Мессия вернется, и в предстоящей неделе мы увидим, что в этой 10 главе акцент будет на возвращении Мессии. На том, что Он будет делать, когда придет во второй раз ради цели установления Царства Божьего. И мы также узнаем другие ключевые моменты из текста, которые помогут нам подготовиться к последним временам. Итак, Иешуа говорит, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И дальше, в 8 стихе, мы видим четыре вещи. Уникально четыре. Почему четыре? Мессия говорит, что это послание для пропавших овец дома Израилева, но оно имеет последствия для всего мира. Поймите, Израиль — это сосуд Божий, сверхъестественно созданный для цели, и эта цель — благословить народы, принести Божью истину, Его силу, Его власть в этот мир, чтобы потенциально все семьи из земли были благословены. Будут ли благословены все? Нет. Но Бог обеспечил искупление для всех них. Однако, чтобы получить к этому доступ, чтобы принять это, человек должен действовать в вере. И о какой вере мы говорим? Принять Евангелие. Признать свою греховность и верить в то, что Мессия сделал на кресте, где Он пролил свою кровь, умер, но в третий день воскрес, возвести в победу. Таково послание для людей как для еврея, так и для язычника, ко спасению. Если же вы отвергнете это, то в конце этого учения увидите, каков будет результат. Посмотрите в восьмой стик. Мессия говорит делать четыре вещи. Он говорит, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Четыре вещи, послушайте еще раз. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Почему четыре? Четыре — это глобальное число. Оно отражает мир. Эти вещи Бог хочет принести в мир, а Израиль — инструмент осуществления этого. Теперь посмотрите девятый стих. Мессия говорит, «Даром получили». Даром давайте. Это не о том, что мы получили. Мы получили спасение. Это все. Мы получили то, что наши имена записаны в книге жизни Агнца. Это обеспечивает наше вечное присутствие в Царстве Божьем. Мы получили даром. Он заплатил цену. Он сделал так, что это моя вечная реальность. Даром я получил, и потому даю это послание даром. Делайте дело царства даром. Вот почему он учит учеников и говорит, «Не берите». Еще одна заповедь. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои». Это пояс для денег или кошелек, в котором денег. Он говорит, «Служа, не извлекайте из этого выгоду». Речь не о земном преуспевании, это лжеучение. Прочтите, что говорит Мессия, и говорит очень ясно. «Не берите с собою это заповедь, ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу. Не берите сумку с вещами, не носите их с собой». И он говорит, продолжаем читать, «ни двух хитонов, одежд, ни сандалий во множественном числе, ни посохе». Почему не надо брать эти вещи? Что ж, вспомните, когда Израиль был в пустыне, Бог вел их. И когда Бог ввел, что у них было? Писание говорит, что у них была одна одежда, но она не изнашивалась, и обувь их не изнашивала. Их стопы не опухали. Вещи сохранялись сверхъестественным образом. Они не изнашивались. Эффекта изнашивания и разрыва не было. Почему? Потому что они были под Божьим водительством. Целью того, что Бог привел Израиль в пустыню, было научить их доверять Ему. Это же Иешуа говорит ученикам, «Если хотите результата Моего присутствия с вами, исполняйте эти заповеди. Доверяйте Мне». Суть не в земном преуспевании, а в верности Царству в этом веке. И вы пожнете в веки грядущих. Итак, эти вещи не берите. Почему? Посмотрите вторую половину 10 стиха. «Ибо трудящийся достоин пропитания». Трофис. Трофис — это питание на день. Пища. Некоторые говорят «мясо». Нормально. Но это не пища-гурман. Это не изобилие пищи. Имеется в виду пища, необходимая для дневного пропитания. И Бог верен в том, чтобы обеспечить это. Иешуа говорит, «Ибо трудящийся достоин пропитания». 11 стих. «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Что ж, это простая практика. А какая цель? Оставайтесь в том же доме, пока не выйдете. «Если будет достоин, то будет научен». Вы будете иметь влияние, ваше свидетельство, ваши пути. Так что, когда вы покинете этот дом, тогда его глава, отец, сможет продолжить эту работу, и он будет влиять на людей ради Царства Божьего там. И тогда вы уйдете и пойдете в другой город. Итак, он дает им инструкцию. «Оставайтесь в том доме». И еще что-то он говорит касательно этого. Мы читаем в 12 стихе. «А входя в дом, приветствуйте его». Имеется в виду, спрашивая, говорите «шалом». И слово «приветствуйте» означает не просто «приветствие», но на иврите мы говорим «дришат шалом», что значит «искать воли Божьей». Вот каким было приветствие в библейском смысле. Тебя интересует воля Божья? И если примут вас, заметьте, что тут сказано, то пусть ваше приветствие будет на нем. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Этот мир — это благословение. Итак, благословляйте этот дом. Но если дом этот не достоин, что значит «не заинтересован в делах Божьих»? Тогда что? Что ж, заметьте, что говорит Писание. Мы продолжаем. 14 стих. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших», о чем это? «Примет вас» — значит, должны принять ваши слова. Вы не можете принять человека, не приняв то, что он заявляет. Эти ученики посланы Мессией. Так что те люди должны поверить их словам. А если нет, что тут сказано? Читаем дальше. «То, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Это свидетельство. «Если они не примут слова, если их не интересует Божья истина, что мы призваны сделать?» Мессия говорит, «То, выходя из дома или города того, отрясите прах от ног ваших». Это свидетельство. Свидетельство того, что их будущее на их собственных плечах, потому что они отвергли ценность Бога, который послал работников своих принести им истину и предложить им царств. Помните? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Но вот как мы завершим сегодняшнее послание. Обратите внимание на завершение нашего местописания. Мы читаем в 15 стихе. «Истинно говорю вам, отраднее будет». Это слово здесь связано с легкостью. «Будет легче», то есть «наказание», «бремя будет легче». «Отраднее будет земле Содом и Амура». То есть Содома и Амура. «Отраднее будет этим нечестивым местам». Тут сказано «нежели городу тому». Когда? В день суда. Я хочу это подчеркнуть. Понимаете, есть проблема сегодня, и вот какая. Слишком многие учителя Библии замалчивают реальность, факт того, что придет день суда. И этот день суда будет до установления царства. и нам необходима наша ответственность готовить людей к нему. Вот почему так важно учить их, что день суда — это реальность. Суд грядет. Эти популярные учителя Библии говорят такие вещи, как «я чувствую, что не мне делиться этим посланием о суде». Бог доверил это послание всякому, кто говорит «я учу Слову Божьем». Вы не можете говорить «есть вещи, которыми я буду делиться, и есть такие, которыми я не буду делиться». Нет, мы должны давать людям всю истину. А частичная истина искажает истину, Слово Божье. Мессия говорит ученикам, «Отраднее будет тем людям, что жили в Содоме и Гаморе, которые отворили мерзость, которые были буйными, эгоистичными людьми, которые делали то, что было правильно в их собственных глазах». Мессия говорит, что «отраднее будет им». Почему? Потому что у этих людей была возможность услышать Евангелие, принять прощение своих грехов. И потому что у жителей Содома и Гаморы такой возможности не было. Следовательно, что будет? Их вечное осуждение будет меньше. Это также будет вечное осуждение, но оно будет меньше, чем для жителей Иудеи и Самарии, этих пропавших овец Израиля, которым было дано Евангелие, но они отвергли его. Серьезные слова. Мы должны знать, что послание этой книги серьезное. И те, кто отвергнут его, будут вечно сожалеть об этой наихудшей ошибке из всех, что они сделали. Так что мы говорим истину. Есть Царство, но есть Иисус. И только благодать Божья проведет вас через день суда и сделает так, что вы избегнете Его и отправитесь в Царство Божье. Это благая весть. На этом закончу. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с ним. Шалом из Израиля.